Витаем всех поборников новой цивилизации вы на канале Робетничьего фронта Украины с вами я Вилли Акерман и наш главред Иван Маяк я тут да сегодня то чего вы так долго ждали так долго просили Случилось мы с Иваном Маяком все-таки добрались до останнего капиталиста гражданина с очень интересной фамилией Красноперов Я кого пропонуємо сегодня трошки попрепарувати деякие его тези тут треба розуміти товарищи які зараз будут нас слухати розуміти певні умови нас давно не виходит випуск і по причинах які від нас незалежні по цей же причине ми це робим трохи експромтом без глибокої підготовки але ми віряємо що наша комуністична мораль підтримує нас у боротьбі і в нас все вийде якщо у нас нічого не вийде то у всьому будуть винні капіталісти ви просто цей запис не почуєте от так от самі себе розстріляємо О да это точно да ну просто тут два момента во-первых гражданин Красноперов он же останній капіталіст нас дважды по-моему пропіарил уже вот он репостив нас показувало що ми такі єсть касательно по моєму рекламу у Шарія он реагировав і ми як би должны ж тоже як вежливі люди со своєї сторони нанести відповідний визит зрозуміло да звісно звісно а то якби тоді вийде що ми не виконуємо умови контракта ой вибачте поговорився вибачте да 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 потому що ми договаривалися взаєморепості но так як чортові капіталісти нікак не дають не продохнути ну і ось так ось сьогодні експромтом собрались і поэтому немножко можемо извиняться за качество записи но якщо ми будем ждати поки я окажусь в какой-то нормальній обстановці щоб нормально записатися ми можемо і не дождатись що то мене таке подсказыває вот поэтому практика катарістида получается да как получается що ще можна сказати ну давай начнем наверное з того во-первых я по крайней мере хочу отметить що ми пожалуй не приглашаєм гражданина капіталиста к дискуссії во-первых это не имеет смысл то есть ни в коем случае это не как вызов на бой как по мне ну и просто так со своей стороны посмотрим и скажем что сделаем ну и вообще как сказал какой-то человек спор марксиста с либертарианцем это как это когда все друг на друга орут все друг друга не слышат и все неправы ну мы конечно себя неправы не считаем ты неправ французько-российско-казахский марксист доказав что можлива співпраця если мова идет про путину если мова идет про борьбу с путином то ты неправ понимаешь тут такая цікавая история да в мордаре что вот если смотреться светова ну и умовно красноперова ну то красноперов в разы правее чем светов светов в этом плане набагато больше левак неочековано да ну знаешь я как бы вообще мне интересно а этот красноперов он себя вообще как либертарианец то позиционирует потому что я такого я вообще подписан на него честно говоря это фундация яка мае потребовать развиток демократичной сведомости и капиталистичных приватно-властинских институтов вот ну в принципе никакой он не либертарианец слава богу таким себя не позиционирует и вообще в принципе я так читаю но ничего там такого либертарианского нету обычно этот национал-либерал с этими фашистскими замашками вот поэтому по крайней мере то что я увидел ну это как бы это завжди это завжди украинский пиночет у своих мриях ночных ну вот да то есть так что если там кто-то думает что это либертарианец то он по моему ни хрена не либертарианец и слава богу он себя даже таким не позиционирует поэтому 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 у него такие фашистские замашки елки-палки особенно мне понравилось у него был какой-то мемасик типа вот комуняки говорят что монополии будут править миром и типа за спиной вырастают национальные интересы которые выше интересов монополий да да я думаю что випуску монополии мы потом мы потом присвятим окремный разбор потому что это максимально просто показовая штука пока что сегодня мы поговорим про то как как так сказать пани-либералы бачить плановую экономику и как они про ней фантазуют да и про это типа якобы ролик якобы про противостояние ссср и сша экономическое якобы почему якобы потому что там про это насколько я мог судить так я его пробежался по текстовой версии блин то нет там вообще не про это ну сейчас увидим подробнее вот мы вообще когда-то собирались на него делать полноценный разбор не знаю это может потом вырежем но я скажу мы когда-то на него собирались сделать такой полноценный разбор и ну просто мы открыли посмотрели сколько там всякого накидано и что на каждое предложение надо по три страницы текста написать со ссылками с профами ну и вон нахрен и решили передать это ответственное задание нам с товарищем маяком в рабочий радар потому что накидывать мы можем и так просто от души главное что никто не спитает по пруфы вот так вот да ну пруфы в принципе если надо поищем предоставим но я смотрю гражданин капиталист себя пруфами особо не обременяет честно говоря гражданин красноперов по крайней мере в ролике а там у него будет такая фраза ну мы до этого дойдем мы об этого дойдем что там будет такая фраза которая обнуляет в принципе любые твои пруфы которые тебе не предоставишь ну что поехали ну есть так и есть так и так так сегодня не очевидно я буду зачитывать не товарищу вилле поэтому как бы готовьтесь до мого не самого приемного голоса в травне 1957 года на встрече с работниками жительского господаства СРСР Хрощов висловлено всем нам фразу нас догнать и перегнать Америку планировалось что совок буквально так и написано что совок за три года випередить США у виробництвей мяса молока и масла на душу населення та мало хто знает что нас догнать и перегнать США это миссия червоной московской империи вот так вот червона московская империя ЧМИ не СРСР, а ЧМИ учиться говорить правильно ты знаешь мем не США, а какие-то там вимираты что-то там это мемчик не СРСР, а ЧМИ добре на все ХХ столеття сама идеология нас догнать и перегнать бере свой початок еще с самих витоков Советского Союза так он таки пише Советского Союза ну он при этом говорит Советского не знаю чому ему слово радянский не подобается но не суть я смотрю им очень нравится слово Рада наверное потому что у нас до сих пор есть Верховная Рада там СМИЗКА Рада чи СМИЗКА Рада и другие Ради вот поэтому это не те это не те сейчас скажут что треба знищить радянскую систему а зато до тебя приедут СБУ и скажут что ты тут хочешь порушить Конституцию Украины надеюсь будет говорить что треба знищить радянскую систему и ее пережитки а все значит треба знищить Верховную Раду а это уже тероризм экстремизм СБУ приезжает до тебя вот так вот да ну это не те это советское а у нас это есть Рада и это хорошо а то советское а то не хорошо а то а еще это 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 что то все советское а то все неукраинское а то воно все настолько чуже украинской мове украинскому народу а и все інше что а то воно а то воно даже никто не называет что воно радянское воно саме советское так точно так точно украина своей экзистенцией протилежна комунізму это всем добре я даже на украинскую мову перейшел ты пометишь йо майо что это происходит украинизація что мы про украинизацію еще будем говорить у нас еще разбор дзюби висит то давайте не будем отвлекаться чув колись фаску давню про сало что выкусил шматочок сало и одразу захотелось москалов вбивати впервые чую но буду знать как бороться с ними знаешь я только что зрозумев я же зрозумев если сало мотивует людину бороться с москалами а наши приватные властники продают его по высшей цени в Европу створючи дефицит на нашем рынке то из этого виплевает что они подрывают национальную безопасность Украины ну то есть зрада а как же национальные интересы а как же так монополии мают подковаться национальным интересам ну знаешь ли сало у нас столько что как бы чуть-чуть можно продать и на всех хватит вот что ты в самом деле не вистачает ну как бы цены за высокие если цены за высокие споживач не может купить кому треба вистачает что по твоему ты должен есть сало что ли ну а кто еще а кто еще приличные люди должны есть сало и заботиться о национальных интересах а они покажут майстеркласс по борьбе с москалями да подожди он я видел на видео гражданина Красноперова вот по-моему его дефицит сала вообще не затронул он сам по себе антикризис давайте давайте далеко потому что это предполагается как люди добрые мы гуманисты рекомендуем гражданину Красноперова немножко заняться спортом так можно иметь большие проблемы со здоровьем безумовно но спорт и мотивация до спорта это тоже радянская вигадка которая была создана для того чтобы противставить образ спортивного коммуниста товстому буржую не? это же тоже момент идеологии радянской я читал что в Советском Союзе очень сильно увлекались физкультурой гораздо больше чем надо ну ты наверное не помнишь был период когда школьники массово дохли на уроках физкультуры вот вот прям эпидемия была впервые чую и появились такие интересные статьи что это все совки виноваты потому что советские нормативы были явно завышены и были нацелены на то чтобы готовить солдат вот а в школоте вообще как бы здоровой быть настолько и не надо и вообще она от этого умирает видите вот до чего проклятый сталин экономию на спорте и армии и обороне и на всему на чем можно экономить это слушай это такая эквилибристика что вот Жан-Клодс Ван Дамм двумя ногами сидел на двух фурах вот а эти ногами и еще чем-то третьим вот 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 и и и Идут на трех фурах сразу. Профессионалы, профессионалы. Доброе, будем идти дальше. Да, так подожди, подожди. А по поводу догнать и перегнать? Ну, по крайней мере, лично я воспринимаю вот этот вот лозунг догоним и перегоним как первый шаг к ревизионизму в СССР. А зараз ты и пока, ага, ревизионизм, да? Ревизионизм. Я зачитаю, что говорит нам Красноперов. Її автором став никто, как сам начинатель революции. Володимир Ленін. Він говорил, что революция сделала то, что за несколько месяцев Россия за своими политическими ладами нас догнала передові країни. Но этого мало. Война не вблаганна, вона ставит питание с нащадною ризкостью або загинути, або нас догнати передові країни и перегнати их. Також и экономично заявляв Кривавый вощ. Так и написано Кривавый вощ. Только уявите, они навіть політично никого не нас догнали, но экономично. Это была повна беда. Я читаю субтитры, извините. Если вы считаете, что текст трошки дивный, то я сам его таким вважаю. Это была повна беда, адже по суті все домогосподарство русского Ивана были лише тоді одни чоботи, уже не кажучи про буржуатні надлишколості, такие как грамота. Это дезавдавалося вручно для представников тоталитарного режима, який прагнув закритися від ворожого капиталистичного світу и стала среди них довольно популярной, сгодом схожи, сгодом. Так, то есть идея стала популярной среди руководителей тоталитарного режима, который хотел закритися от капиталистического света, который опирался на Иваня, в которых ничего не было и даже грамоти не было. Не зрозуміло, правда, иначе тогда этих Иваней в грамоти научили, причем поголовно. Ну, загадка, загадка. И самое главное, что, ну, как бы, дело ж не в буржуазных излишествах. Дело в том, что это в условиях Российской империи всякая грамотность и прочее. Это было, ну, буквально излишество. Нахрена? Ну, кому было надо? Мы, по-моему, в одном из последних радаров... А, как раз про это. Про русификацию, когда говорили. Нахрена? Ну, кому было надо, если большая часть населения, прям как сейчас, в одной и настоящей европейской агроимперии, как ее называет наш гражданин Красноперов, занимается тем, что выращивает как бы хлебушек, причем низкотехнологичным достаточно способом. Сейчас, слава богу, более высокотехнологичным и продает его в Европу. Ну, ты перебольшуешь. Ты перебольшуешь. Ну, конкретно сейчас нам без освіти ніяк не обойтись, потому что не можно посадить безграмотную людину за кермо трактора или комбайна. Слушай, знаешь, я так себе прикидываю, ну, невозможно, невозможно, но, в принципе, нас всех можно загнать в такие условия, что мы все будем пахать, как три трактора. Каждому по две лопати, как в том анекдоте, про солдата и лейтенанта, который в отпуск хочет. Каждому, это, по две косы, на руки, одну косу назад, и фонарь, чтобы еще ночью пилил, и вот нормально всем будет. Ну, даже не знаю, это какой-то апокалиптический сценарий, я маю надею, что наши засоби в Украине не опустятся до такого уровня. Ну, дивись, вот тут, вот тут, он же разбивает твою историю. Ты сказал, что перегнать и нас догнать и перегнать Америку, это ревизионизм. А вот Ленін тоже говорил, что надо перегнать и нас догнать передовые капиталистичные страны. И Сталин это говорил, что если мы это не сделаем, то нас зимнуть. Что тоже ревизионисты были, да? Ну, я имел в виду, что когда такие, да, я правильно, неправильно спромулировал, не сам по себе лозунг догнать и перегнать, а то, что это превращалось, собственно, в самоцель существования. Типа, вот мы все должны догнать и перегнать, пересчитаем это, всем дадим по квартире, по жигулям и по колбасе, и вот это будет у нас коммунизм. Вот. А то, что нужно догнать и перегнать, ну, это как бы факт. Тут, в принципе, с гражданином Красноперовым спорить достаточно сложно, вот, потому что действительно Российская империя была, по крайней мере, из пятерки самых крупных стран самой отсталой. Действительно, было там все хреново у русского Ивана, у украинского, кстати, тоже. Не знаю, почему он забывает об этом, да они, украинские землевластники были самостейными, они не жили в общине, у них не было этого общинного рабства, и они были приватными господарями. Розумеешь? Украинские селяни. А как? Подожди, они в какой-то другой Российской империи жили, на них не распространяло все остальное? Да. Ну, они жили там, где были европейские капиталисты, там, где Джон Юс будовал заводы. И сами они тоже переймалися культурой, и поединили традицию вольного землевластинства, которая была разбудована в часы Козачьины. Потому что украинский чернозем всегда был более богатым, понимаешь? А если он был более богатым, значит, была возможность утворить более богато господарство. Но тогда большая часть населения Украины и города должно было жить. А почему то урбанизацию проводили здесь все равно в Советском Союзе? Так точно, правильно. Имперская бюрократия и все ее приподни. И те украинцы, которые не смогли заработать на земле, ишли в найм до своих котов, до имперцев. Правильно все? Да, но подожди, но почему тогда хорошо? А почему тогда общины у них не было, если они все равно в селе жили, в той же самой Российской империи? Потому что украинские землевластники были господарями на своей земле, у них было почуття властности. Почуття может и было, а властности как бы не было, не положено было. Не знаю, ничего не знаю. Комуняка. Сталинский начальник, да? А, кстати, про имперскую бюрократию. Пост был у этого самого гражданина Красноперова, что типа имперская... Я не помню дословно, но суть была такая, что имперская бюрократия сгубила Скоропатского. А я такое себе думаю, слушай, я гражданин Красноперова, ты вообще знаешь, что Скоропатский там есть имперская бюрократия? Ну, сам себе сгубил. Красноперова діалектик, он понимает, что речь сама себя снищает в ходе своего развития. Что существование есть снищение, понимаешь? Заперечение. Ну просто, ну как это, он вообще целый генерал. Он не просто имперская бюрократия, а прямо элитная имперская бюрократия. Ничего я не знаю. Давайте идти далі. Давайте я дещо скажу про ревізионизм і взагалі проблему, так би мовити, наздогнать і перегнать. Треба просто розуміти, що цитата Леніна тут просто вирвана насправді з контекста, як і в принципі те, про Сталіна. Треба абстратно правильно сказав Тарашвілі, що це завжди була тільки проміжкова ціль, а по-друге треба розуміти взагалі в рамках чого було це сказано. Що дивіться, ось у нас є новий спосіб виробництва, соціалістичний, який базується на колективності, який базується на спільній власності на засоби виробництва. Треба розуміти, що цей новий спосіб виробництва, він існує в оточенні чого? Перше, от даже була утоленіна стаття, яка це пояснює. Перше, це патріархально-селянське виробництво одноосібне або общинне. Тобто це таке примітивне-примітивне, яке там з напівпережитками феодалізму. Друге, це дрібне капіталістичне виробництво. Це зрозуміло, третє, це капіталістичне виробництво, власне кажучи, тось повноцінне, яке там ще залишилося, принепі його відновлять. Його відмінили формально, дуже часто воно зберігалося. Четверте, це державне капіталістичне виробництво. І п'яте, це вже власне кажучи соціалістичне виробництво. І п'яте заключалося в тому, що державне капіталістичне виробництво, щоб ефективно розвивати економіку, про що, в принципі, Ленін якраз і пише, нам треба було, щоб державне капіталістичне виробництво підкорило і, власне кажучи собі, усе приватне капіталістичне виробництво і кооперувало селян для створення спільного колективного виробництва, яке би теж знаходилося в рамках єдиної економічної системи. Тобто, щоб село було, так би мовити, централізоване, а державний капіталізм централізував місто. Це, якщо коротко, я переказую зараз суть статті Леніна про НЕП. Чому нам потрібна нова економічна політика? І зрозуміло, що коли ми створюємо державний капіталізм, тобто капіталізм, нам треба в цьому капіталізмі орієнтуватися на найкращі показники англо-американського, німецького капіталізму. Тобто, з передових капіталістичних країн. Тому що ми самі хочемо через капіталізм і користовуючи капіталістичні інструменти добудувати потрібний базис для соціалізму. Ось у чому суть думки Леніна. Якщо ми беремо думку Сталіна, то там думка заключається в тому, що нам треба розвинути техніку на тому ж рівні, на якому вона розвинена у капіталістів. Тому що інакше, якщо ми не розвинемо техніку, якщо ми не продаємо індустеріалізацію, ми не зможемо виграти у війні. І як не дивно, кстати, Сталін у війні выграв. Чим, до речі, практика доказує, що такий не дурак був Сталін і Ленін. Да, совершенно верно. Я ще хочу добавить про товариша Сталіна. Немножко тоже раскрыть, що догнать і перегнать це насправді не просто блажь, не просто для того, щоб сказати, що ми догнали і перегнали. Це насправді насущна необхідність. А ще вона було продиктована парою моментів. Російська імперія, на руинах которой в итоге установився СССР, була страною, як нестанно капіталістичай. Але це пол-дела. Вона була не просто капіталістичай, а глубоко інтегрировані в глобальний ринок капіталістичай, що дуже важливо. А після погоди революції на території бувшої Російської імперії, вона із цього глобального ринка як би вивалілася. І більше того, стала цьому глобальному ринку себе противопоставлять. Тобто на якось мирне существування рассчитувати не приходилось. Її випхнули. Її випхнули з цього ринку. Радянська Росія би хотіла торгувати, про що Венім пише. Так її ж випнули, ембарго ж вели. І не визнавали СРСР довгий час. Він сам мав стати таким полісом, і по факту таким полісом він і став. Практично відразу спочатку створення. Що перше вони з першого робили? Визнали Афганістан. Потім яка була друга головна політична перемога. Албаню визнали незалежною. Що, до речі, що тоді для когось було дивом. А потім Китаю помогли, Монголії помогли. Тоже незалежність Монголії. І визнали, власне кажучи, уряд цього Суньяцена в Гуанчжоу. Так, завершенно верно. Але тоді Китай був в такому стані, що хто б його самого визнав, він би теж комусь спілкував сказав. Та Китай і сказав, дякую, СРСР. Це якби тоді почалася дружба Китає і СРСР, бордяниця щодо. Дружба-дружба, конфлікт КВЖД збачився. Ти ж знаєш, що там ж така історія, ну давайте, щоб просто не вілікатися, там ж просто така історія, що фактично на КВЖД, якби він відправся тоді, коли був конфлікт уже уряда КНР, не КНР, господи, уряда Китайської республіки, який був гоміндановським, який був гоміндановським, чанкайшиським. І уже якби прорадянськими силами, комуністами. Тобто це вже було в момент і громадянської війни, яка вже тоді розгорталася. Ну там, чанкайши, по-моєму, особи ролі не іграв, але все-таки ще тоді. Так, тому що там грали роль про японські мілітаристи, яких, власне, ніхто не вигнав. Скажу, що в фаміліях цих путаюся і не хочу нічого не говорить зайвого. Тим паче, це китайські фамілії, я їх взагалі погано знаю. Бо для мене є товариш мало і більше нікого не в курсі. Плюс ще насправді у китайських буржуйок на Советський Союз в узкому смислі і на Росію в широкому смислі був якби ще зуб в той момент, що викинули їх із Монголії. Тому що спочатку прийшов барон Унгерн і викинув відтуда китайців, а потім прийшла Красна Армія і монгольські цирики, і викинули відтуда барона Унгерна. Але в будь-якому смачі китайців в обратно не пустили, і вони на це немножко обиджили. Але це ми все к тому, що догнать і перегнать – це не блаж. Це насущна необхідність. Але я думаю… На полному серйозі догнать Америку Советський Союз і не стремився, але хоча б догнать по… Производству на душі населения, по выпуску военной продукції, і по випуску продукції вдвойного назначення. Просто для Леніна це, насправді, був ще такий фактор, що… Да і для Сталіна. Розумієте, нам треба в них вчиться. Тому що дуже багатьох було таке комчуванство. Що у нас от революція, а не що нам у тих буржуїв, дивіться, що там у них. У нас уже тут нове суспільство. Геть всю старину. Дало їй все старе, здрастує революція. Було це комчуванство. Якраз Леніна і Сталін цьому протистояли безумовно. Вони протистояли комчуванство. Вони говорили, що треба учиться. Треба учиться ефективно використовувати техніку. Треба учиться ефективно працювати на базі тих засобів революція, які в нас є. Треба учиться. І треба робити навіть краще, ніж вони. Тобто це був прикот, на основі якого треба було робітникам учиться, як говорив Ленін, господарювати. О-о-о-о! Щас, короче, виясниться, що Ленін сам був останнім капіталістом радянським. Ой, слушай, а я тебе можу сказати, це чванство существує і сьогодні. Разве нам не пишуть там в коментаріях, типа, ой, що ви коммуняки, сидите в інтернете, разговаривайте через телефон, который придумали буржуї, ругайте буржуїв. А-ха-ха-ха! Пиццемеры! Свої не можуть не можуть і все це. Ну, чесно говоря, любоє обществу, как бы, буржуї, они, как бы, тоже не з нуля появились, да? Они, как бы, базируються, як і все ми люди, і вися на все том, що люди накопили, блин, со времен неолита, йокарний бабай. Да, можна подумати, хтось відказався від есклидовой геометрии з буржуїв, да? Тому що її придумали робовладельці, а не капіталісти. Ну, це ж бред. Просто бред. Ми всі не відказалися, там, не знаю, від жаліза, вон, жаліза кавати придумали тоже робовладельці і феодалі. Да ні. Ну, як сказати? Ну, можна і так сказати. Мені здається, що, ну, залізо, в принципі, не тільки вони придумали, мені здається, що це фішка і родополменного суспільства, теж, як би, необязково, там, треба класовий розподіл для заліза. Ну, давай не будемо виходити. Так, ну, я просто о том говорю, що все человечество, оно базирується, як би, на всьому тому масиві знань, умінень, технології, які человечество вже розвиває ще з неоліза. З часу каменного віку. Чому ми повинні заново і запретати всі, кожен по своєму велосипеду? Так, це трошки інше. Якщо, власне кажучи, нове суспільство, нова суспільна форма організації не буде учитися найкращому у старої, те, що там є гарно у старої, так вона просто не зможе стару перемогти. Ну, тобто, розумієте, а що робила би, наприклад, армія Голландії, ну, не Голландії, звісно, а об'єднаних провінцій, я маю на увазі революцію нідерландську, якби вона не навчилася у іспанців армію, якби вона не стирила у іспанців їх армію і не зробила навіть краще. Тому що іспанці були найманці, а вони зробили ту ж саму іспанську армію, тільки не найману, а якраз постійно, регулярно, щоб був якраз переворот. Але ж вона все одно училася воювати у іспанців. Так, тут ще проблема в тому, що Советський Союз визник строго в відповідні з ученням Леніна і діалектичним матеріалізмом в країні розвитій, але відсталій. Ось так от. Т.е. Российська імперія все-таки не була совсем банановою республікою, це було розвитого держава, в полні себе, капіталістічне, навіть імперіалістічне, вже на висшій стадії розвиті. Але при цьому істоп було все-таки саме відстало, і тому стало, можливо, там революція. Тому ефект низького старту і мелкий. Так, безумовно. Давайте йти далі, тому що ми, щоб зрозуміли товариші, ми розібрали тільки одну хвилину на даний момент. Ой. Я не дивлюсь, якщо ми сьогодні просто не успіємо все розібрати. Я думаю, довше. Кажучи про буржуазні недвижковості, такі як грамота, бла-бла-бла, Іван Кривавий, жорстокий імперський більшовик Сталі, того, щоб домогтися остаточної перемоги, соціалізму, потрібно, щоб наздогнати, перегнати ці країни, також у науково-технічному відношенні. Бла-бла-бла, сказав він на пленумі, цікаве, КПП 19 уступа 28 року, оці наздоганявки, ми чудово знаємо, по суті вони породжують потім голодоморі і не треба нікого не здоганять, тому що інакше буде голодомор. Отак от. Я думаю, по такій логіці наша країна розвивалася, по логіці пана Красноперова, що не треба паритися, все і так добре. Звісно, стало в словах, товариші, я все правильно зачитаю, тут просто такі сортити криві, звісно, стало в словах Миколита Хрущова, який обіцяв там наздогнати, перегнати США і показати всю міць червоного режиму, під час правління Хрущова було поставлено велику кількість важко здійснених завдань, які передбачалися здійснити найкоротші терміни. Поставлене завдання, швидкого зростання споживання з метою кінцевого побудову комунізма, Миттєво з'єднулося з проблемами, які намагалися вирішити авантюристичними методами. Спроби Хрущовського реформування адміністративного апарату, економіки та соціальної сфери призвели до серйозної кризи на початку 60-х років. Найвідоміша авантюра часів Хрущова, кукурудзя, налихованка, м'ясна компанія, в'язання і молочні рекорди. Про що ми не раз сподівали наших відео. Після Другої світової війни, коли треба було відбудовувати все, що було зруйновано, звісно, промисловий ліс відбувався, але до сільськогосподарського стійкого так, в принципі, і надійшов би. Сільське господарство Совєтського Союзу в кінці 60-х через хаотичні рухи і постійні переназдогнати отримує потужну кризу, але це вже доволі відомі факти, і ми знову таки нагадаємо, ще раз розповідали у наших відео, і взагалі море про ці інформації цікаво інше. Тобто, давайте тут запинимось. Тоді треба помітити, як дивно і цікаво він це все описує. Спочатку у нього начебто промисловий ріст після війни був. Це якщо, якби, правда. І він, якби, перебільшив довоєнні показники. Зрозуміло. Ми з цим погоджуємося. Далі є ствердження. Шіське господарство не розвивалося. Але це просто неправда. Шіське господарство якраз таки після війни, якраз таки в 50-х роках десь, в 52-му році якраз таки дорозвивалося. Там якраз почався період стабільного розвитку у цій сфері, чого якраз не було раніше. Тому що все йшло доволі по плану. Якраз вже потім, після 53-го року, а якщо точніше, після початку не кукрудзяної лихоманки, а тої штуки, яка називається підняттям циліни, т.е. цилінної лихоманки в Казахстані, от тоді почалися проблеми. Коли інвестиції замість покращення, замість продовження плана зміни природи, замість продовження плана розвитку уже того, що є, почали, власне кажучи, вбухувати гроші, вбухувати ресурси в підняття циліни, що по факту просто нашкодило сільському господарству, відволіковувало кількість кадрів і затормозило розвиток. Чомусь це все виставляється як частина однієї лінії, хоча фактично там був якраз розрив. Тому що в значній мірі позиція Хрущова і ті дії, які він робив уже після 53-го року, кардинально відрізняються. Я не знаю, чому це зображається у Красноперва як щось одне. Це не одне, це різне, і причому різне критично. В одному випадку у нас цілеспрямований розвиток сільського господарства, в другому випадку у нас авантюри, які знаходяться на рівні шкідництва. Тобто буквально авантюри, які спеціально розгоряють когоспи, які спеціально розгоряють господарство, країни і підводять його під ешафот. Я можу сказати, що кукурузна авантюра насправді не така ж авантюра і не така це глупість, як прийнято вважати насправді. Кукуруза до нас досі вирощують. Якби кукурудза по повністю авантюри, то чого у нас її досі вирощують? Причому масово. Її експортують. Так, так. І, згадаюся, Україна один із найкращих производителів в світу. А взагалі кукурузна вся ця епопея це спробування зробити те, що, власне, наші українські буржуї не зробили. І ніколи робити не зробилися. Це розвиття животноводство. Вот. На самом діля. Ну не вийшло, об'єктивно. Об'єктивно не вийшло, але задумка була в першу чергу така, що кукурудзи будуть жрати хрюшки, а ми будем жрати хрюшек. І будем як американці. Треба було, щоб хрущов, щоб він був тоді, як знаєш, екофрендлі. Щоб він теж, як би, шарив за правильне харчування. Тоді б у нас збалансоване харчування, і не треба було би всі оці зайві історії з м'ясом. Я жартую. Так, ну, опять-таки, на самом діля тягатся з Америкою в производстві любой, на самом діля, сейхозпродукції, ну, це в наших краях, ну, це, мягко говоря, проблематично. І я извиняюсь, у нас холодно. Этим начнем, этим і закінчим. Вот. Якщо там десь на полях Аклахомщини можна 4 урожаї в год знімати, у нас, як ти не крутись, а більше 2 не получится. Я не впевнений, що в Аклахомі настільки все прекрасно, але я точно знаю, що СССР в рази продуктивніше буде, ніж сільське господарство СССР, просто по причині тих умов, які ти назвав. То СССР має, звичайно, більше перспектив, ніж наше. Даже я извиняюсь, елементарної почви, блин, в таком кліматі, як на юге України, нормальні люди починають, от тільки от починають всілитися. А в такому кліматі, в якому существовало і существує сьогодні, больша частина території СССР і бувшого СССР, нормальні люди жити не можуть. Власне, і не живуть. От в Канаді, яка якби холодна, на широті Москви вже тільки ескіноси і лісоруби. Там вже більше нікого немає. Давай, я тебе зрозумів, давай, не будем далеко заходить, тому що я сподіваюся по географію клімата, я тут к тебе, може, десь таково не погодиться, але не будем далеко уходить. Я це просто к чому розмазував. Я це к тому, що якби в лоб говорити, що в Америкі стільки в СССР, стільки хахаха, тупі і совки. Ну, це якби немає неправильно, просто тому що, ну, речі зовсім неравновесні. Ну, і условії різні, і історичні, і економічні, і кліматичні. Тобто, ну, так от в лоб сравнювати і говорити хахаха, ну, це дуже поверхностний аналіз, якби, воно з віду юмна, по факту глупість. Ну, глупість, значі глупість. Тут трошки в іншому програмі. Мені просто не подобається, от конкретно в цих тезах, те, що по якійсь причині прирівнюється в одне, дось до одного, зрівнюються, якби, абсолютно різні, по факту, історичні навіть періоди. Хаотичні рухи. Які хаотичні рухи? Тобто, не описуються, постійно нас догнати. Яке постійно нас догнати? Я не пам'ятаю, я просто не пам'ятаю, щоб, наприклад, при Сталіні була там теза, що давайте ми будемо вирощувати, не знаю, щось, як там, як в США настільки ж, ну, мається вазі, що настільки ж ефективно, не маючи таких умов. При Сталіні була теза, давайте ми перетворимо природу, підкорем людині природу, і будемо ефективно використовувати те, що в нас уже є. Так, була така теза. Була теза про те, що давайте ми будемо більше інвестувати в машино-тракторні станції і будемо укріпляти колгоспи і радгоспи. Була теза. Про Хрущові, навпаки, почалися удари по колгоспно-радгоспній системі. Була спроба якраз все от радгоспить, як колись там рекомендували ліві ухилянти. Ну, це, якби, розумість, це окрема тема, тому що про Хрущову і про його політику можна говорити надзвичайно довго. А відос трошки не про це у останнього «Капіталістам». Ну, в общем і цілому, да. Ну, опять-таки, кстати, то, що стремление догнати і перегнати привело к Голодомору, теж это как бы постулирується, как само собой, знаєш, розуміющееся. Ну, типа, ну, ви ж знаєте. Господи, що я буду там розказувати? Все это і так знають. Вот. Это именно, знаешь, такая догма. Вот. И доказательств якобы не требует. Хотя говорить, что Голодомор возник именно от желания кого-то там догнать і кого-то перегнать. Ну, так правильно. А як ти хочеш, дивись, дивись, дивись. Просто слідкуй за пальцями. Значить, спочатку у нас криваві совітські більшовики оголошують, що п'ятрічка виконується з випередженням, а далі голод відбувається. Ну, очевидно же. Ну, да, ну, да. Служить два плюс два. Правда, от мені трошки неясно, як так вийшло, що перша п'ятрічка була виконана з перебільшенням плану, але при цьому був голод. Що ж це за магія така? Слушай, це вже известні совкові. Ми робимо станки, щоб виплавляти більше металу, щоб робити більше станков. Типа, як Маргарет Тетчер говорила, що економічно осмысленні діяльністью займаються в СССР. Що она там говорила? То ли 30, то ли 50 мільйонів чоловік. Ну, то есть так. Мало-мало. А остальні займаються якій-то хернєю. Вот. Поєтому все, логично, совок же неефективний, він не може ефективно. Економічною діяльністю в СССР займалися тільки ті, хто створював вартість. Тобто тільки ті, хто щось продавали. А оскільки в СССР будували комунізм, де ніхто нічого не продає, то, звісно, по Маргарет Тетчер, власне Бога, у вас була неефективна економіка. Да, да, да. Ну, слушай, тут, як це, хочу процитувати Ремі Майснера, який, там треба товаришам Северної Кореї сказати, що у них, згодом буржуйським рейтингам, яка це гніль завілася. У них там є якийсь індекс економічної свободи буржуйський. Товариші, присмотрітесь. Так, 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 є таке трохи. Цікаве інше, що розплани СССР і що взагалі «Совєцька наука» і «Совєцька економіка» вправді думали про той час. Повірте, це дуже цікаві, я, чесно, я стараюсь читати субтитри, але їх дуже важко складати в нормальні речення. Прохання до останнього квіста, якщо ви будете слухати, будь ласка, викладайте свої відео статтями, тому що їх... Важко дивитися, важко дивитися, а я би зараз іще прочитав. Ну, дивитися важко. Так от, повірте, це дуже цікаві, і навіть можна сказати, що певних людей, які складали документи, про які ми зараз будемо говорити, можна було б звинуватити у контрреволюційній діяльності. А от тому, що вони, по суті, їхати вибочку на совєтський комуністический лад. Ти ми продовжимо. Не знаю, що він хоче продовжувати, не в курсі. Далі, автор дуже хорошого, якісного підручника з економіки. Відомий, якісний, чудовий економіст по саму, я не знаю, що таке саму, але не важливо. Ельзин, теж як людина, помилявся і в основному. Він помилявся в тому, що вважав, що насправді, в 20, ну, максимум 36 років США, звісно, пограє в гонці економічній Совєтському Союзу, а Совєт плюс, відповідно, вистрибне в логу і випередить капіталістичну американську економіку. Економісти Девіт Левіта та Сандра Петт зробили графік з прогнозами Самуелсона. Так він Ейзин чи Самуелсон? Напевно, Самуелсон. І з ньом ми можемо бачити, що ще у 1980 році сумнівів переможців у відомого економіста не було. Та навряд чи пана полос Самуелсона можна звинуватити у некомпетентності. Він зробив ряд помилок, тому що він спирався на дані, які досить були достовірними, а також тому, що просто покисти в лінію росту. Давайте тут запинимося. Дивіться, товариші, тут що цікаво? Треба сказати, що, звісно, така оцінка, яку робив Самуелсон, напевно, вона хибна. Але чому вона хибна? Вона хибна тому, що в той момент в радянській економіці після реформи Косигіна, скажімо так, і взагалі Ліберманову, насправді вона не Лібермана і не Косигіна, насправді вона реформа за сядько. Давайте ми не будемо уходити в глуп, хто там конкретно що реформував. І після того, як її фактично відмінили, після того, як потягали туди-сюди, але якби фактично не було зрозуміло, докуди дотягали. І економіка так і не отримала заме ровне, що вона мала отримати, а саме стимули. Тобто стимули економічного росту. Чому нам треба працювати продуктивніше? Тут багато можеш сказати, що і неправильно вводили ці стимули, і що взагалі їх робили взагалі не по-комуністичному. Було дуже багато примог. Тому що якщо при капіталізмі стимул це жага до збільшення прибутку, по механізму, відомому механізму, власне кажучи, відносної додаткової вартості, то нам треба працювати продуктивніше, при комунізмі має бути інший стимул. А нам зробили той самий стимул, тільки тепер без прибутку і вийшло дуже криво. Я взагалі хочу сказати, що в соціалістично-коммуністичної економі стимула бути взагалі не треба. Чесно кажучи, тому що давайте обратимося к етимології, що таке стимул. Стимул – це така палка, в якій біли легіонера, щоб він быстрі бігав. Тому і в чому-в чому, а в стимулірованні, то буржуї ток знають, як тебе палка і так побіг, щоб ти побыстріше побігав. А мотивація, мотивація повищення економічної ефективності. Має бути не стимул, а має бути правильне цілопокладання, де власникаючи людина і створення людської особистості, то є саме в значенні людини як універсально розвиненої, як ансамблі суспільних відносин, так одразу наголосимо, де власникаючи людина є цілью виробництва. У соціалізмі це працює так, що цілью виробництва є, власне кажучи, не сама людина, це вже якби при комунізмі буде. Але при соціалізмі цілью виробництва є виховання такої людини, яка б могла універсально працювати зі всіма засобами виробництва. І, власне кажучи, ми створюємо максимально розвинену людину, з якою метою? З метою того, щоб наше виробництво розвивалося максимально гарно, і це задовільняв максимально наші інтереси. А уже при комунізмі ми відмовляємося від ідеї виробництва заради виробництва, де при соціалізмі є такий пережиток в цій випокладанні, капіталістичний, чого, наприклад, при соціалізмі ми виробляємо, щоб розвивати виробництво. При комунізмі ми виробляємо, щоб розвивати людину. Виробництво стає моментом самої людини. У нас мінюється наша самоцільність. Я би додавав, що чому в капіталістичній економіці потрібно стимулювання, звичайно використовується економічне принуждення, тому що ти повністю відчужден від производства, тобто ти займаєшся хір-паймічем, хір-паймі для чого, цим я це, скоріше, навіть не подобається, тому що можна провести навіть серед своїх знайомих опрос, і більшість займається тим, що їм так. В лучшому випадку їх від цього не тошніть. А, товариші, недавно почався тренд, як працівники різних компаній, типу, там, Сабвей, Макдональдс і так далі, починають записувати, як вони працюють, тіктоки, тіктоки і короткі відео, і постять їх, і така безкошовна реклама. Типу, я працюю там, то подивіться на мій робочий день, там люди лайкають, дивляться, як хтось готує, щось робить, а потім проходять, там купляють їжу. Нормальна така компанія, маркетинговая. Я не до чого це говорю, там було триматися відео, де людина каже, що мені в компанії Сабвей подобається усе, вони взагалі все роблять прекрасно, тільки от я думаю, що якби було б непогано, якби мені дозволяли надягати худі зранку, то що холодно. А так все прекрасно. Там люди в коментарях дуже сильно сміялися, про те, що як добре все в компанії Сабвей, то це, звісно, розсмішило аудиторію. Я взагалі, чесно кажучи, там рахую, що навіть якщо ти отримуєш доволі нехілі такі зарплати, то є, знаєте, якщо ти там отримуєш доходи в 3-4 рази більше, ніж там мінімалка, наприклад, або в 5 разів більше, ніж мінімалка, у тебе все одно дуже важко жить. Тобто тебе буквально всього буде висушувати максимум впритик. Тобто якщо ти не маєш зараз житла і машини, то є, ти на них будеш заробляти років ще 10-20. Ну, знаєш так, я тебе як сімейний чоловік можу так зараз приблизно розкинути, скільки треба отримувати. Просто, щоб так. Не сильно думати о том, що ти будеш завтра кушати, і щоб не йти брати мікрокредит до получки. Вот. Якщо ти сімейний чоловік, у тебе там жена, дитина, допустимо, навіть своя квартира, своє жилье, ну і яка нибудь там, яка нибудь колемага. Ну, слухай, я не згоден. Ти вже кажеш, в тебе є колемага і квартира. Це вже дуже круто. Це вже дуже круто, так подожди, так я беру такий фантастичний варіант, що у тебя є колемага, причем я не беру крутая, а просто какая-нибудь там, не знаю, какой-нибудь Деоланос, который там, или Жигули, который там 3 копейки стоїть, і в покупки, і в експлуатации, да, і какая-нибудь квартира, там, двушка, хрущівка от бабушки досталась. І вот ты там живеш з женою з ребенком. Вот. І это тебе, ты охренительно счастливый человек. Ты выиграл генетическую лотерею. Тебе кровавые совки построили хрущівку, і пока она не разваливается, ты в ней можеш жить. Ну, короче, не буду вдаваться в подробности, но так по моим скромным прикидкам, щоб просто кушать всипно, їздить на роботу, причем чаще ты будеш їздить на автобусі, ребенка в школу тудым-сюдым, в общем, тысяча долларов в месяц. Это так по минимуму, это просто, чтобы ты до получки не брал свои эти. Тепер питание, если у тебя немає квартиры, коли маги. Ну, немає квартиры. Это лишь два косаря баксов. По факту. Что взять всі, можливые там, супутні витрати, повязані з тем, что ты живешь не в своєму жителі. Ну, 200-300 долларов в аренда, плюс еще коммуналочка, вот добавляй к этой тысячи долларов, что ты и так тратишь еще 200-300. Это тогда тебе надо 2000 долларов. Потому что у тебя еще баксов 200-300 аренда, у тебя еще, наверное, какой-нибудь кредитец висит на телефон, который ты год назад купил, что никак выплатить не можешь. И самое главное, тебе надо что-то подкладывать, потому что ты же не можешь весь час жить в съемке. Потому что ты же весь час живешь в съемке. Ты только начинаешь подкладывать, то чебурека захотелось, то ботинки порвались. То есть как-то вот. Ты только начинаешь подкладывать, идут бац, 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 а потом война, а потом вклады прогорели. Да, слушай, не надо война. У тебя зубы заболели, ты пошел все отдал. Это еще если есть, что отдавать. У тебя зубы заболели, одна коронка, коронка, господи, коронка я загнал, а пломба с удалением нерва больше тысячи гривен выходит. Дешево, дешево. Поверь, поверь, те, что ты только что сказал, если нас сейчас слушают товарищи, которые сейчас находятся за кордоном, или живут за кордоном, они тебе скажут, у вас очень круто, у вас очень дешево, просто вау. Потому что за кордоном это треш. Ну, знаешь, я насколько понимаю, в процентах от зарплаты оно одно на одно, плюс-минус получается. Не, 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 ты не прав, ты не прав. У США может буквально вся ЗП уйти. У нас же ЗП не тысяча гривень. Не, ну США это понимаешь. Так не только в США, так не только в США, так у всей Европы так само. Что, прям в Европе можно затем установить три зарплати у стоматолога ставить? Если у тебя нет страховки, да, запросто. Не, ну у нас в принципе тоже можно это, если тебе какой-то имплант, допустим, нужен, да, у тебя вот, ты вовремя не смог пломбу за тысячу гривен поставить, да, потому что у тебя ее не было. У тебя там через пару лет зуб выпал, ну, как выпал? С дикой болью ты бежишь к стоматологу, он тебе его удаляет, и тебе надо ставить имплант, а имплант стоит 1000 долларов. А ты 1000 долларов не получаешь, тебе 1000 долларов в месяц надо просто, чтобы жить. Да, тут такая ситуация, на самом деле, набагато важная, набагато дорожная, честно. Это, в самом деле, треш, как на меня. Слушай, а к чему вы все это вообще, что там гражданин красноперый говорил, я уже прям забыл. Мы это все говорили про мотивацию, про мотивацию праці, и стимули праці, и про то, что когда он начинает говорить про лінію роста и про радянскую экономику 80-х, так в радянской экономике 80-х не было целого покладания нормального. Как можно куда-то рости, если ты знаешь, для чего рости. А теперь у всех классные цели покладания, и даже стимулы все есть, которые мы только что обговорили. Ну что, нормально ростем? Краще, чем совки? Да, слушай, за то, какого жара, все-таки, как ни крути, и советская экономика 60-х, она еще какого жара давала? О-хо-хо, тут прям закачаешься, раз уж так на то пошло. Да, честно говоря, даже не самых сытых начало 90-х сильно превосходило по большинству показателей, то, что мы имеем сейчас. И по потреблению в том числе. Ой, ладно, едем дальше. Да, да. Продолжим. Да, дійсно, це все прикро. Але давайте, конечно, почнемо говорить про что-то цікавое. Смешное. Посміємся трохи. Те-те-те-те, он досить был достоверным, також тому, что просто перекрест в лінію роста. СРСР развивался, псевдорство войны, швидше, ніж американская. Значит, она десь там, далеко развиваться. Что, как мы видим, виявилося неправду. Больше того, даже ЦРУ, с его глубоким анализом экономики, «Червона империя». Ні, тим паче, что данные, опубликовані Держстатом, СРСР не могли показать реальний стан справ суперника. Заходу, відповідно, будувати на них прогнози было помилковым. Одним словом, да, радянская статистика погана. Когда мы сейчас, до речи, вивчаем, прогнозуем, анализуем экономику КНР, мы с такой самой проблемой. Чи справдя с Китой сьогодні недостоверные данные? Нет, недостоверные. Подумаешь, там 600 миллиардеров, трошки меньше, чем в США на 200 штук. У них немає статки, они, короче, придумывают свои статки формально. А биржи, которые в Китае працют, тоже, напевно, спотворены. Мне просто интересно. Я понимаю, СРСР, но КНР, как можно вообще сомневаться в экономике КНР? Какая, блин, капиталистичная. Где, блин, у вас тоже там биржи стоят. Да, и причем глубоко интегрированные в мировой рынок капиталистические. Вообще, я, гражданину Красноперному, доложу, такую неочевидную вещь, статистику собирают. И для того, чтобы ей красоваться, ее собирают для того, чтобы ей пользоваться. В расчетах всяких интересностей, в расчетах того же производства и так далее, и так далее, и так далее. Причем это делают все. Любая автоматизация бизнеса, вот, я не беру злых совков с их планом, да, я говорю, нормальный такой капиталистический бизнес, любое ужасное планирование, неэффективное развитие бизнеса, никто же не планирует, кроме совков, да, бизнес он же планы не делает. Никогда. Там все решает рынок, а планы у них нет, да. Но при этом любое планирование бизнеса и любая автоматизация бизнеса начинается с того, что автоматизируется сбор статистики, и эта самая статистика анализируется. Вот. Поэтому статистику собирают не для того, чтобы ее показать конкурентам, более того, ее конкурентам стараются лишний раз не показывать. Коммерческая тайна есть такая штука. Это так, на заметочку. Останем у капиталиста, чтобы он немножко знал, как работают капиталисты. Ну, это не так важно. Это не так важно. Да, так вот, я и так... Тому, что статистика, которая государственная и прочее, или от каких-то крупных компаний... С большой долей вероятности, да, можно сделать какую-то поправку, что где-то при тренделе где-то можно проанализировать методы, которые использовались. Но, тем не менее, сами цифры с большой долей вероятностью, собственно, стремящейся к единице, будут соответствовать реальности. Просто потому, что это собрано не для того, чтобы это этим размахивать, а для того, чтобы этим пользоваться. Так, а самое главное... Самое главное... Вот экономика США, она же сбирается как раз на основе вот этих всех бирж и ба-бла-бла. Де навпаки обмануть эффективно на биржи. Это вздалить твой основный талант. Ты маешь научиться продать повітря, чтобы отримать больше инвестиций на то, что тебе реально треба. Алло. Про что мы вздалив говорим? Да, а слушай, самое главное, что если у тебя какая-то некрасивая статистика, или там она... Ты по каким-то причинам хоть не хочешь, чтобы кто-то что-то узнал, но ее можно просто не публиковать, как это делает сейчас, например, КНДР. Иди, найди какую-то официальную корейскую статистику, а они половину просто не публикуй, говорят, а нахер на вам надо, идите в жопу. Ну, вы публикуйте когда-то что-то раба. Я такая, я такая безумовна. Они публикуют только то, что сами считают нужным публиковать, а остальное, типа, а нахер на? А вы знаешь, такой классический, а почему вы спрашиваете? Типа, какая у тебя там население, да, а сколько у вас потребления? А почему вы спрашиваете? С какой целью интересуетесь? Так что так, так что так. Поэтому, но при этом, опять-таки, сомневаться в экономике КНР, ты говоришь, слушай, а сомневаться в экономике СССР? Так, там в мире каждый четвертый вертолет, например, советский. Это вполне объективные данные, вот они летают, их можно посчитать в штуках, можно посчитать в штуках, вычислить долю, вычислить, сколько из доли, там, в мировых вертолетах советских, как это и было сделано. Вот, например, так. Это ж не Советский Союз опубликовал у себя данные, что у нас каждый четвертый вертолет в мире наш, не этот пересчитали и сказали кто сомневается ну и сам пересчитай базара ноль поэтому но это очень удобный тезис который очень здорово опровергает любые твои круг вот ты такой говоришь ну ты же брешешь вот смотри там то 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 твои любимые цифры а так вообще астане капиталист очень любит цифры он очень любит ими козырять как многие либералы вот но когда ты ему свои цифры показываешь ну ты же понимаешь они же неправильные да 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 я просто про это все думаю честно кажучи якось про эту статистику его теза по статистику она просто не працю и знаешь в каком плане я не скажу так я не кажу что ротязька статистика правдива ну взагалі то будь-яка статистика містить в собі вот как раз оцей пункт коли статистик бере данные и той или иншу миру их выкривали это на самом деле логично потому что потому что будь-яки данные это продукт певной обработки певной информационной невидоповедности у нас немае возможности всю информацию переверять автоматично без особого в ту эпоху по яку мы говорим то есть завжди есть чьи-то интересы что-то подтянуть там какого-то мисцевого виробництва приврать какого-то плановика навпаки принизить треба розуміти що статистика будучи там правильно неправильно оцінюючи там правильно чи неправильно деякі речі в нас завжди не існує окремо что вот мы не отримали статистику кинули її і все здесь таки завжди існує в рамках певної роботи для чого вна в принципі і збирається і головна задача того після того ми збирали статистику добросовісно недобросовісно це викрасить її у створенні певного рішення якщо певне рішення при його використання фактично показало показало рост то есть це рішення на практиці був правильним а якщо на практиці був неправильному статистику от інша це процеду це дуже швидко стане очевидним просто система не може працювати таким чином те хто проводили первую переписи в ссср если мне память не изменяет раз стреляли за настолько она была шикарно проведена вот поэтому там куча пора була в другому не тільки там не тільки перший перепис там ну є відома цитата сталіна про те що якщо статистика якщо статистика говорить те що протилічить марксизму значить це погана статистика не марксизм до речі сталін був прав тому що не один факт не може заперечить теорію теорію може заперечить тільки тільки інша теорія і тут сталін б абсолютно прав в чому я повеслю коротко як у чому була історія історія заключалася в тому що фактично порахували статистики положення селянства в срср і порахували що це був це був 20 ще роки не прорахували що селянство живе гірше ніж воно жило до війни якби сталін сказав що це не так можна можна поспорить але я вважаю що тут принц пісталін був прав якому плані тому що безумовно можливо якщо десь там якось порахувати то можливо якби селянство дійсно жиле жили якби гірше чим до війни но тільки яке селянство і хто якого рахував це спора методах і спора той самої статистики якби знаєш ти їж капусту я їм м'ясо в середньому ми з тобою їдемо голубці і це в принципі статистично це правда а що статистика російської імперії реально враховувала оце не забуваєш що статистика російської імперії мало так то що вона конкретно мала рахувати вона ж не існувала тут же просто так вона рахувала спеціально спеціально для кого для податківців і для тих і для і для поміщиків яким вас так чи треба було знати як там живуть селяни щоб знати що з них можна викрутить якщо у тебе нічого немає тебе статистика могла і не порахувати ти для неї вже і так ноль в общем товариш маяк ти сейчас просто подтвердил мої слова о том що статистику собирають не для того щоб їй красувати а для того щоб її іспользувати і наверно на цьому їдемо далі тому що ми сильно розмазуємо да я розумію що розмазуємо тут просто важливий пункт якщо її збирають то щоб використовувати а радянська економіка вона якраз планова що це значить т.е планова повністю не частково а повністю я ще могу сказати про план дальше люба економіка є планова я вопрос просто для чого этот план используется то есть если в капіталізме это используется для того чтобы ну в нашем случае уже монополии больше зарабатывали становились еще больше вот то случае с социалистической экономикой просто на развитие общества план направлен а так план есть и там и там я вообще когда говорят что планова экономика неэффективна у меня когда смотрю на все говорю ты на работу в жизни когда-то ходил просто ты когда-то на работу ходил уже куда не придешь тебе везде план ставят что ты гайки точишь что ты там не знаю телефоны продаешь но это и еще то планова адміністративная экономика ты придушую ця инициатива где план один для всех а май а кожен має ставить свои планы и пани мали змагаться и найкращий план переможе в конкурентной боротьбе а вы плоти а вы плоти продукт национальные интересы яки заставлять переможця я придумал самый крутой план всех заборол и вот только захочу тут всех нормально так нагнуть ради чего я собственно работал но тут я вспомню что я допустим негр преклонных годов из буркина фасо и мне придется уступить другим неграм из буркина фасо ну потому что национальные интересы у нас такие да именно это мы и наблюдаем вокруг себя каждый день так воно и працюет так воно и працюет ладно так ну тут про справді достоверные данные с китая сегодня в китайской народной республике якисна статистика не объективна мая мая служить и партии вылезут и бла 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 маніпулювания часто брехня в статистике знову же знову же если статистика и врету для того чтобы акции китайских компаний на американской бирже подорожь продать обычное дело то о чем вот товарищи я уже упоминал знаешь от мне просто подобраться все говорят про статистику лися экономика кнр да они зараз там проблемы и как бы нас просто не выводят випуск про экономика кнр а вот я скажу так а то и то есть как они хотя бы не объявилась как японская человек не говорит про те как японская статистика брехава по тем как у них все доброе а потем а потом 30 роков взяли не розвивается стоит на месте чего про это никто не говорит а япония Япония — это демократия, до речи. А Япония — это демократия, между прочим. Почему не або-яка? Вот знаешь, я помню дебаты Семина с фотоадмином. Ой, Семин так хреново выступил, но не суть. Он говорит, вы назовите хоть одну войну либеральных демократий. Ему такие, типа, франко-прусская война. А он такой, ну это вообще империи были. А я такой себе думаю, слушай, у нас в Японии император есть. Вот прям натуральная империя так и называется. В Британии король уже была королева, в Испании, в Швеции. До речи, а Перша святого война — это же тоже война демократии. Ну там же же кайзер был, там же кайзер был, как и все, не счетово. И царь Николашко. Так, а Британія? А это не считается. Это не считается. Это как Япония современная, это не считается. Просто Німеччина, это была явно уже, ну, частковая буржуазная демократия, да? Но все-таки те, что они называют буржуазной демократией, то, будь им честным, те буржуазные демократии, которые, например, мав на увазе, той же Маркс и Ленін, таких буржуазных демократий просто не существует сегодня в полном порядке. Ну, это уже трое-то еще иное вопрос. Даже если там формально не республиканская республика. Ладно, давайте дальше. Ну, слушай, Чикагскому университету денег дали из этих исследований, значит, там хорошая статистика. Ну, все просто, товарищ моя. Зрозумев, розумев. Досить смею за своим висновком и досліджения экономиста, який намагался переверить данные, которые публикуют авторитарные режимы, Вин зібрав базу данных, в основе которой было ночное освитление государства, якое видно с космоса Awww Вкрощены мандарушки с этими светлячками, что ты снимаешь штаны там Лас-Вегас. Вот, если у тебя не Лас-Вегас, то как бы ты брешешь со своей статистикой. вот все а самое главное что от количества лампочек уровень производства это же линейная зависимость существует давно заказа доказано я я просто колы слухав виду 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 перед я не побачил просто просто топтик вот только ради этого абзаца стоило заниматься мені треба пояснювать что не у всех краинах нічное освитование працює так как воно працює у так званих розваленных країнах і не усюди а мне надо доказывать что уровень там выпуска не знаю словно тракторов он как бы не имеет линейной зависимости от количества лампочек на квадратный метр да и само по себе собственно количество лампочек на квадратных метр на квадратный метр говорит сугубо о количестве лампочек на квадратный метр и не более не менее гениально гениально да это гениально но это чикагский университет это уровень куда нам с тобой с нашими шарагами то вот ты закончишь чикагский университет вот тебе будет тогда понятно как количество выпускаемых в год автомобилей коррелирует с количеством зажженных ночью лампочек то есть чем больше лампочек зажжено тем лучше делаются автомобили это же очевидный факт еще генри форд использовал этот способ я даже не знаю как коментовать авторитарные режимы блин блин а теперь хочется дослідженья прочитать просто подвинуться как как истарится залежность да не но я понимаю к чему чикагский университет клонит типа вот смотрите у нас там выпускается то-то то-то и это да и при этом смотрите как у нас ночи на улице а там ночи на улице не так значит они брешут что они выпускают то же самое что и мы это невозможно ну типа логика такая как бы она глупая но она как бы есть не откажешь в наш зофренична но ци більшисть краин яки вы называете авторитарными режимами они працюють блин на экспорт на экспорт не на импорт это не считается это не считается если у вас меньше лампочек значит вы не можете выпускать сколько вы не демократия демократия мае бути осветлена да 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 и вообще все вот эти вот китайские машины китайские телефоны китайские телевизоры и то что вы видите китайское вокруг себя этого всего на самом деле не существует это на киностудии в пекине снято знаешь ну мне это нагады аргументы чого люди не не летали в космос ну те сами той сами метод бог ты мне как же сфри я скажу серьёзно ну это просто топовый это просто подкрепление типа очередное доказательство что вот это вот вашей лживой неправдивой тоталитарной совковой статистики верить вообще нельзя поэтому это сразу обрезаруживает оппонента это за основу проанализовав зміни в осветлении у 184 краянах с период с периодом 1992 по 2008 рік та поредняв его с данными срастанием ввп у держав у держави які зібрали це та что ты чёрт побери такое несешь як це взагалі працює то як ну як ну як яка кореляція це все він пройшов до висновку зростання ввп за економіст за нового каналу мани макро провів на основе роботи мартінеса свої розрахунки прийшов до висновку що економіка кнр менше 60 відсотків ніж ми маємо сьогодні з офіційних джерел ну а я и говорю а все вот китайское это хламе весь этот китайский что мы видим вокруг себя его тоже не существует а чим я почекайте 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 а як тоді кнр займає таки високий високий процент в торгівлі з іншими країнами чим там кнр торгує повітрям а они там понимаешь они таки все дураки в других странах начитается вот этой лживой китайской статистике покупают от этих вот лживых несуществующих китайских товаров их же снят на самом деле их на 60 процентов меньше чем должно быть вот минимум 60 процентов иностранных заказчиков и инвесторов остаются соответственно без товара и молчат об этом потому что партия им запрещает просто не бояться что их расстреляют и пришлют счетом сколько по байке 10 юаней за пулю база фундамент вот все правильно коммунистичная аналитика я так вважаю ну а как подожди ну а как по-другому еще это объяснить куда оно все тогда девается и и почему мы видим как бы то что мы видим ну я не знаю я ничего не бачу я в китае не був не був есть вариант номер два варіант сталинский что они всего что производят отправляют на экспорт получаю за валюту потом ее наверное сжигают в печке вот а сами китайцы едят тараканов и как бы за миску риса в день до сих пор работает всю валюту наверное просто сжигают в печке и никуда ее больше не инвестируют вариант номер два да и так можно объяснить почему китайская экономика на самом деле на 60 процентов меньше да за ризни доказы я знаю что можешь сказать ну просто я же говорю да ты прав ну ладно можно сомневаться там советской статистики советского союза как бы уже 30 лет как нет он как бы тебе не ответит и никто тебе за него уже не ответит по большому счету срсер який не тільки мафорами зі збором даних а відверто маніпулював ними ну он как бы не построенный но уже работает у нас типа это пробный пуск далі він посылается на який звезд 67-го року где говорится что срсер лет не програв гонку сша что я просто повним абсурдом то что таких же звездов виходили и в сша и в срсер они всюду виходили розумеешь завжди коли багато коли є група економистів одни висувають теорію що ми програємо другие висувають теорію що ми виграємо это называется наукова конкуренция и называется наукова робота вы не в курсе взяли про це не ну ну как бы да один выдвигает какую-то теорию другой пытается ее опровергнуть они вот это вот бьются доказательствами кто лучше их предоставит и так как бы приходят в итоге какому-то научному консенсусу ну так це вону ену просто 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 та вся была в амках за секрет резервный злит что это было за секрет на наукову дяльirm scream это было засекречен не может быть это же демократические страну там не может быть ничего секретного нененененurm опрос срсер про срсер дślę тат donate один там там все секретно там все секретр и каждый у Bend cultures Здравствуйте внизуèn матчей сердечноующую ехать на самом деле не было и сейчас даже вста на них не летает и их на самом деле нет ВСУ летает на Апачи. Просто это перефарбованные Апачи. Для обмана россиян. Это специально сделали, чтобы россияне понимали, что мы готовились до войны. А говорили, что американцы достигли больших успехов в использовании технологии стелс. Вот тебе мега стелс. Я не знаю, что меня выпускают за межи Москвы, чтобы приховать злидние. Это все мне напоминает песню, что Москва, Москва, мясо нет, и картошки тоже нет. Знаешь эту песню, да? Ну, Чингисхан, я знаю группу, я не знал перевод. Я по-немецки не шпрехаю, поэтому... Нет-нет, это переробка. Это переробка этой песни, типа, под антирадянскую версию. Типа, что про Олимпиаду 1080-го року ж, типа. А, ну, я знаю переделку, что, типа, Москва, Москва, забросаем бомбами, и это из 90-х. Причем она переделка, это не советская переделка. Вот. Я как сейчас помню, я его в новогоднем, этом, голубом огоньке видел, еще когда мелким был. Так, созвонуй Е, забросаем бомбами, будет вам Олимпиада, ахахахаха. Да, 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 да. Но это, чтобы, да, если вдруг кто думает, что это советская песенка, нет, это из 90-х. А, ну, типа, что не пускали за пределы Москвы, но это вообще просто, просто браво. Аплодисменты. Ну, тогда в Москву и впускать не должны были. Чисто, в аэропорту, Домодедово, Домодедово заставляли. Просто, я даже не буду говорить, сколько людей ездили за межи Москвы. Как в игрушки, метро, эксодус, все, кто въезжает в Москву, сразу расстреливали. Как в фильме, знаешь, фильм «Смерть Сталіна», оцю типу комедии, где расстреляли тех людей, которые приехали на похорону Сталіна. Потому что их было надто много. О, вот это я понимаю, вот это я понимаю. Это аргументы пишут, это аргументы пишут, это писька лапочок. У меня есть родственники из Донбасса, и у них вот, когда шахтеры получали зарплату, у них в порядке вещей вообще было пойти, сесть на самолет и полететь в Москву или там в Ленинград попить пивка. Вот, или в Сочи, вот, в зависимости от сезона. Вот, у них это было вообще в порядке вещей, что самое главное, да, конечно, шахты потом дня два простаивали после получки, потому что все где-то по всему Советскому Союзу потерялись. Вот, но все почему-то потом возвращались. Наверное, кто успел улезнуть от заградотрядов, тех вернули на шахту. Товарищ Вилл, я тут далеко читаю, тут какая-то аргументация, что в СССР была нижняя продукция на производника. Дякую, КЕП, что первым был СССР, и первым с тем, чтобы науково-технологичный прогресс использовать. Ну, уявляете, да, были проблемы, ну, как бы и так довольно известная информация. А теперь вопрос, а как там у капитализма с этим проблем точно нет? В самом Советском Союзе это вообще было не секрет, как бы и над этим бились умы разное человечество, вот, Советского, и предлагали разные решения, есть, как бы, вполне официальные документы, там, докладные записки от всяких академиков, профессоров. Про это была дискуссия. Хтось, взагалі, забыл, что, например, та самая реформа Косикена-Лібермана почалася с дискуссии в газете, которую мог бы кто взять, купить, прийти и прочитать. Это не была какая-то там таемная постанова, я тебе более того скажу, что в эту газету мог кто угодно взять, пойти и написать. Представляешь? Катастрофа. Тут треба сказать, что, например, с того, что мы, когда там Верху вивчали плановую экономику СРСР, там, мы продолжаем как это заниматься, у нас одна из основных претензий, это то, что не было банально нормальной подготовки кадров. То есть кадры были занадто вузько профилировані, и прямо с тем, что освета не подготовила людей, которые как раз здатні технику инновативно выкрасить эффективно. Плюс была проблема, видома, с тем, что неэфективно выкрасить новую технику. Потому что, дивися, была такая проблема, что люди не понимали отдачи от сближения продуктивности работы. Вот ты работаешь продуктивнее? А была еще проблема коррупции советского внешторга, который продвигал за откаты от западных корпораций покупку у них лицензий на всякое. Как тот же КАМАЗ знаменитый, как появился этот завод в Тольятти, что его пролобировали советский внешпромторг. Вот, построю именно покупку, не построю по советским технологиям, а покупку именно готовой модели, готовой линии и так далее. Там далі мой любимый аргумент про то, что в СРСР все крали. Питание на засыпку, как тогда СРСР перегоняло США в космические гонки, если в СРСР все технологии вкрадены? А вот это вот на самом деле неправда, потому что этого тоже не было и это все неправда. И вообще у вас была очередь за хлебом, а вы тут космическими кораблями красуете. Такая теза ж про то, что технологии все вкрадены. Ну а подожди, а украли немецкие технологии, хотя и вообще лично Вернера фон Брауна... Ой, а кто же Вернера фон Брауна-то себе украл? Давайте подумаем. Я помню, Вернер фон Браун приезжает в СРСР и особисто говорит, что дайте мне место под Москвой, под Арзамасом. Будет поселення для всех экс-нацистов, которые будут работать на Радянскую космическую программу. Так и было. Да, именно так и было, это же известный факт, да, и как товарищ Калашников держал шмайсеру линейку, пока он твой автомат решал. Ой, 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 ой. Ну эти байки про то, что СРСР все вкрав, Калашников все шмайсер. Это просто, понимаете, люди просто не понимают, что створение технологии, это не только створение какой-то модели, это ее имплементация в производстве. Просто який толк просто взять и копировать Калашникова? Если вам, значит, створить Калашникова из тех деталей, из того, что уже вырабляется, чтобы оно эффективно выраблялось. Вообще, честно говоря, это безграмотный бред безграмотных людей про то, что Калашникова это шмайсер, потому что на самом деле Калашникова это М1 Гарант. Раз уж на то пошло, и советский патрон 7-62, он, так скажем так, вдохновлен патроном для американской М1 Гарант. А вот если кто из Штурмгейвера и связал, так это Кехлерункох G3 и М16 Столлера. Посмотрите просто, как они разбираются, как разбираются Калашникова, как разбираются М16 и как разбираются Штурмгейвера. Все, на этом закрыли эту тему. Тут просто я даже не понимаю про Калашникова, технологии вкаданья. Это все просто до чего? До чего эта информация? Знаешь, я сейчас далее читаю видео, но видео же не про что. Тут дальше что-то инженеров в США за кількость сторон и видов поступает в США в 4 раза. Но проблема была даже не в кількости этих новых винаходов, а потому что шляхт от прототипа до конвейера в СССР занимал надто много времени. До чего эта информация? В США было больше инженеров. А как не дивно, как не дивно, в США просто винаходы частейше патентировали. Потому что в США была конкуренция. А я знаю, что я сейчас скажу, в США как бы и людей было больше, чем в СССР в принципе. Не только инженеров, а в принципе. Одна из причин, которую также начали в Херсону, было в том, что науковый работник в СССР сосредоточен в специальных науково-досинских институтах, не маячи повідно и виробничной базе. То же, как бы неправда, институты были как раз при виробничестве. И, как бы, в СССР была нормальная система патентов и лецензий, как бы ученым давалася вигода от работы науковой, то тогда бы все развинулося. Американская лука ни разу не страждает от того, что там замість науки и истины люди просто роблять багато статей для индекса Хірша, чтобы просто отримать гарные посады и гарные гроши. Ни разу от этого не страждает. Ну вот, знаешь, это просто такие, честно говоря, абсурдные тези. Тут таки, так далее идут аргументи, что СССР отставал от Японии, и насправді экономика СССР была надзвичайно слабкою, но при этом что-то спускается, что экономика Японии как раз стагнует и не развивается. Такие, честно говоря, аргументи идут слабкие, которые мало про что говорят. И если закончить разбор этого видео, то я хочу сказать, что тут можно было просто закинчить на тезе про лампочки. Объективно говоря, кроме повтора очевидных тестов, кроме маніпулювания первыми фактами и кроме певных догадок, что, типа, вот, как бы было, как в США, то было бы круто, что, как бы, ты працюешь, но я как раз на партии побачиваешь, что мы почему-то делать, как в США, у нас все вышло погано. Кроме этого, ничего нет, абсолютно ничего. То есть, ну, видос пустой, как на меня. Ну, мне, да, мне на самом деле интересно всем таким гражданам задать вопрос, что у нас уже 30 лет, как СССР, нету. 30 лет это немало, Советский Союз, в принципе, стоял 70 лет. 30 лет был товарищ Сталин при власти, и за 30 лет он принял страну с Сахой, оставил с атомной бомбой. У нас 30 лет Советского Союза нету, у нас атомную бомбу пролюбили и вернулись к Сахе, как бы вот. И при этом, а знаешь, что мне еще нравятся больше всего всякие либералы и либертарианцы, которые вот, типа, а-ха-ха, вы говорите, вот у вас социализм неправильный, а-ха-ха-ха-ха, и через 3 секунды начинают говорить, что у нас капитализм неправильный, и, типа, это норм. Вот это правильно товарищ Энгельс говорил, что они сами себе вот и двух слов связать не могут, да, чтобы при этом сами себе не противоречить. А самое главное, что это все аргументируется тем, что Чикагский университет посчитал, что сегодня в Китае лампочек светится меньше, и поэтому Советский Союз отставал, сколько там его уже 30 лет лет, вот 60 лет назад, поэтому Советский Союз отставал, потому что сегодня в Китае светится больше лампочек. Что к чему, я хера его знает. Просто я не понимаю, до чего була ця информация? Про те, что статистика буває ризною, и ее требует анализовать, окей. Мне просто это видео еще не появится тем, что тут тези, ну, как бы, они, даже не маясь, чтобы их доказать. Что самое главное, видос, типа, как должен быть базированный, да, что, типа, базу человек толкает, ахах, вот посмотрите, я вам сейчас докажу, что СССР не догнал США, типа, это кто-то когда-то отрицал. Ну, да ладно. Вот, ну, допустим, докажи. И при этом вообще никакой цифры, ни одной, там, да, там цифр толком нету. Ты, вон, смотри, смотришь распечатку, там цифры, это вот разве что пару лет попадается, и пару процентов, все. Ну, там ни цифр, ничего, что к чему, блин, потому что вот на 60% экономика Китая меньше сегодня, значит, Советский Союз отставал, вот это. Потому что если сжать всю воду, это главный аргумент. Советская статистика врет, вот, Советский Союз на самом деле не отставал, как говорила Советская же статистика, да, то есть это же, как бы, тоже не секрет, да, этого никто никогда не скрывал. Вот, Советский Союз отставал, но отставал даже еще сильнее. Если ты выдвигаешь, как бы, тезис, что Советский Союз отставал от США, ну, покажи ты просто реальные факты, и это же, как бы, опять-таки, я говорю, это не секрет, это никто вообще никогда не скрывал. Если бы Советский Союз не отставал от США, то, как бы, лозунг догоним и перегоним был бы, как бы, не нужен. Ну, подожди, ну, эти трактора ездили, ну, в смысле не работало, мне вот это так тоже нравится, не працюет. Ну, не працюет, это когда у нас все разговарилось, через пять минут, а когда, можно сказать, что плохо работает, там, не знаю, кривокоса, плохо, хорошо работает. Что люди працювали, створювали богатство, но эти богатства просто, не знаю, згнивали десь на складах. А что не згнило, то згнивали, приходить. Я не зрозумію. Або что эти створені богатства были просто плохими. То есть неэффективные и неякісные продукции, которая никому не была нужна. Про згнивали уж, блин, уж капиталисты бы говорили, да, что вы неэффективно расходуете ресурсы, у вас что-то там згнило. Когда вы, бляха-муха, половину произведенной еды выкинули, просто вот взяли и выбросили. И это тоже как бы, это не какие-то я секретные документы поднял, это просто открываешь там отчет ООН, уважаемая организация, вполне себе буржуйская, карманная. И это, кстати, еще раз говорит о том, что, а зачем приукрашивать статистику, если любого, кто тебе может предъявить эту самую статистику, в любой момент можно нахер послать. Зачем мне приукрашивать, знаешь, говорить, что у меня лучше, чем на самом деле. Если ты к такой придешь, слушай, откроешь статистику, скажешь, слушай, у нас здесь плохо, я тебе скажу, пошел ты нахер, и ты пойдешь с грустным лицом. А статистику я могу публиковать вполне себе спокойно, смело любую, какую захочу. Как вы даже не понимаете, с чем он борется? Для какой темы я не хочу доказать, что гражданская статистика маніпулятивна, он это не доказывает. Он просто показывает ряд показников, снова уже беручить статистику того же СРСР, и сравнивать ее с показниками западных стран. Окей, и дальше что? Это ничего не доказывает. Ну, типа, а это само по себе автоматически доказывает, что социализм, коммунизм, не социализм, коммунизм, не працюе. Его, правда, не было, но вин не працюе. Ну, наверное, он не працюе, потому что его, собственно, и не было. Поэтому его и не было. Ленивый. Ленивый он просто. Я просто, я не знаю, у него нема стимула. Я просто, я не знаю, что к чему, что интурист хотел сказать этим. Я тоже так и не понял. Просто наброс, 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 наброс. Ну, слушайте, ну, я тоже люблю набрасывать, в принципе. У нас с товарищем Маяком тоже есть рабочие радары, где мы просто набрасываем, да? Вот прям как сейчас. Так они сценарий писали, они же готовились сценарий писать, и что? Ну, да, это не то, что я там, у меня появилась свободная минутка, мы давно не выходили в эфир, так думаем, давай выйдем. Ну, так, понабрасываем говница на вентилятор. Почему бы и нет? Ну, ну, а тут человек именно специально, так что самое главное, я знаю, что больше всего убивает. Его рекламирует этот канал, как ну такой ультрабазированный, ну просто, ну просто мегабаза. Просто база, фундамент, бетон, бляха-муха. Я просто не понимаю, ну, тут немає тези, тут логічна проблема в цьому відео, немає тези. Немає тези, яка мала бути доказана. Тому що, якщо теза була, дай так, якщо теза була, що радянська статистика брехлива, і не працює, і оцінки СРСР несправедливі, то, значить, має бути чітко теза по теме. У нас ця теза доказується лише одним. Вона у нас доказується тим, що радянська статистика, знову же, це авторитарна статистика, а дослідник з Чиказького університету доказав, що це не працює. Ну так зроби, блін, відос про дослідження Чиказького університету, господи. На що ти інформацію потім впихуєш про технології, про вчених, про ліцензії. Для чого це? Ну як це, взагалі, хоч чого-нибудь пояснює? Ти просто накидуєш інформації, яка не відноситься по темі. В цьому відео немає логічної структури. Якби як, я можу щось критикувати, якщо тут нічого не сказано. В общем, гражданин красноперий, це, готовься краще, прийдем, проверим. Формальну логіку, учи формальну логіку. Ну хотя би, я вже молчу про діалектичку. Не будемо повторяться, відео безидейне, абсолютно. Сделано ради того, щоб зробити, зібрати просмотров, лайків і заробити пару грошей гражданину красноперіву. Нікакого ідейного посилу в ньому нет. Це ж фундація, фундація, це ж навпаки, він не заробляє на нас, ти не розумієш. Він не заробляє на нас. Він взагалі-то доброволець, він благодійник. Це благодійництво, те, що він таке робить для нас. Без нього ми б взагалі померли. Віру б в радянські байки і були б комуняками. А так нам тепер все пояснило, як воно є насправді. Вірю, охотно вірю. Граждані можуть, якщо хтось мене ще кормити буде, я буду теж, ввести полноценний блог с товарищем Маяком. Будем каждый день вообще в ефир выходить. По 4 часа в день, обещаю ввещать. По 4 часа. Я готовий 8. Я взагалі готовий, як на радио. Зранку встав, ввечері ліх спати. Ну, на радио я, як я работав, когда-то на радио. Могу тебе сказати, що там не так, все немножко работает. Ну, що-то придумаємо, що-то придумаємо. Ну, часа 4, чистого трендежа в ефірі від Маяка і Віллі Акерманом ви увидите. Так що, а суму я сьогодні вже огласив. Дві тисячі баксів. Да, за сигарету. Дві тисячі баксів це на Віллі мені тисячу. Дві тисячі баксів в місяць готові працювати. Тоже буде просвітницька ініціатива. Так, так, на цій позитивної ноті з вами був Робітничий фронт України. Підписуйтесь на наші медіа, читайте матеріали на сайті, вступайте до гуртків. Будемо разом будувати нову цивілізацію. Беру вам, товариші.